Вы классные, вы молодцы, вы вообще потрясающая церковь, я как дома, правда, я вот я люблю быть в обществе вот таких, как вы, от вас энергия исходит, а улыбок сколько, а смотрите, какие вы красивые, как вы красивые, прямо как я, повернись к соседу, скажи, скажи, где я нахожусь вообще, скажи, ты потрясающий человек, скажи, ты для меня чудо, скажи, только не чуди, ты для меня чудо, только не чуди, аллилуйя, послушайте, мне говорили, что ваша церковь самая громкая церковь в Риге, это правда или нет? Я не расслышал, это правда или нет? Мне говорили, что ваша церковь самая лучшая церковь в Риге, это правда или нет? Мне говорили, что ваша церковь самая перспективная церковь в Риге, это правда или нет? Мне говорили, что у вас самые лучшие пасторы, это правда или нет? А еще мне говорили, что у вас будет проповедовать сегодня хороший проповедник, это правда или нет? У кого из вас есть Инстаграм? Помашите. А кто подписан на меня в Инстаграме? Давайте сейчас включайте Интернет. Я вам объясню, зачем. Включайте Интернет. Давайте Инстаграм. Обычно все говорят, уберите телефона, а я говорю, не надо убирать. Набираем английскими буквами. Алексей. Пронькин. Можно вывести сюда? Вы выведите, я покажу, чтобы это было правильно. Я порадуюсь, чтобы это было правильно. Да? Висы ракстом. Алексей. Алексей. Пронькин. Пронькин. Да, да. Да, да. Да, да. Это да, да. Увеси. Спешим follow. Секот. На шли? Подписались? Да. Секот. 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 Знаете, скоро будет какая-то болезнь. У людей. Люди будут приходить к пастеру и говорить, пастер, помолись за меня. Пастер спрашивает, за что? Мастер спрашивает, про что? А человек скажет. Человек скажет. Я недалаиканный. Мену не получил лайку. Мену мало лайкали в Инстаграме. Я чувствую себя отверзанным. Я чувствую себя отверзанным. По лайкам, пастер. Мастер. Как ты вену лайку мне успели? Вы нашли или нет? Открытие, да? Все подписались? Виси. Я объясню, почему. Я объясню, почему. Через Инстаграм. Через Инстаграм. Я проповедую Евангелие. Я даже написал книгу. Об Инстаграме. Я подарил пастеру. Пастеру тебе подарил? Пастеру подарил книгу, да. Если ему понравится, он захочет, он потом может заказать, если ему нужно будет. Послушайте, я не фотографирую там еду, свое красивое тело, или там фото в лифту, лифтолук. No. Я проповедую там. Уже несколько людей пришло в церковь, которые сначала просто подписались на меня в Инстаграме. И начали читать меня. Потом написали мне в директ. Расскажу одну историю. Коректно. Пишет один парень. Бизнесмен. Можно с вами встретиться? Я говорю, конечно. Он говорит, где? Я говорю, приезжай на храм. Ну, мы так называем место храм. Наше здание храм. А он думал, это православный храм. Он говорит, который там находится. Я говорю, нет, там, где вы были в храме. А он говорит, я еще нигде не был. Я понял, что он не верующий. Я ему дал адрес. Он приехал ко мне. Мы поговорим. Я проповедовал ему. Он сказал, у вас проходят коллективные встречи еще? Он назвал наше служение коллективные встречи. Но он не верующий. Он не понимает слова служение. Коллективная встреча. У вас проходят коллективные встречи? Я говорю, да. Говорю, но вам еще рано туда. Вы пока читаете мой инстаграм. И через месяц он мне пишет. Алексей. Я очень сильно хочу прийти на вашу коллективную встречу. Можно? Я говорю, вот теперь можно. И я где-то в другом городе смотрю прямой эфир. Своей церкви. И смотрю, стоит этот бизнесмен. Его красавица жена. Держит на руках ребенка. И они уже стоят на покаянии на алтаре. И теперь каждое служение они ходят в церковь. Это инстаграм. Это инстаграм. Инстаграма моей жены. Инстаграма карьеры. Инстаграм. Пронькина. Я забыл, как у нее называется. Не знаю, как она называется. И он начал читать дочка губернатора. Дочка губернатора увидела в тот салон красоты, где моя жена делает ногти. Губернатора меда видела ту салон, в которой моя сива таиса свою манеки. Она начала ходить в этот же салон. И спрашивает у владелеца салона. Вы знаете Евгению Пронкину? Она говорит, да, я знаю. Я хожу в эту церковь. Да вы что? Не может быть. А я читаю Инстаграм. А я слушаю Инстаграм. Мне так нравится Инстаграм. Да так понравится Инстаграм. Расскажите мне, что это за женщина. И однажды мы делаем так, чтобы они одновременно Моя жена и дочка губернатора пришли на маникюр и сели друг напротив друга. Теперь они пьют кофе. Как вы думаете, мне легче стало в городе служить Богу или нет? Это все Инстаграм. Это все Инстаграм. Возможно, никогда в жизни не было бы личного контакта. Но там, это поле, где можно собирать жатву. Где можно собирать жатву. Пожалуйста, сделай свой Инстаграм проповедью. Но только не будь там фанатиком. Не выкладывай фотки, где ты на коленях весь потный молишься. Сразу все отпишутся. Выкладывай фотографии о своей семье. О том, как ты занимаешься спортом. О своих ценностях. И немного пиши о Боге. И тогда на тебя будут подписываться люди. И постепенно, из онлайна, они будут приходить в офлайн. И все это скажут. Амэн. Теперь я могу проповедовать. Можно? Вы еще способны слышать? Если способны, поаплодируйте мне чуть-чуть. Поддержите, а. Самая громкая церковь в Латвии. Не слышу вас. Откроем Евангелие от Иоанна, третью главу. Вы хотите, чтобы ваша церковь росла? Слава Богу. Слава Девам. Это правильное желание. Это правильное желание. Все живое растет. Виски, кто живет, это всегда раунд. Я буду читать 16-17 стих. Я слушаю 16-17 стих. Я не трещу нодел. Так. Ну так. Ибо так вас любил Бог мир. Что отдал сына своего. Единородного. Дабы всякий верующий в него. Не погиб. Но имел жизнь вечную. Скажи своему соседу, ты веришь в него? Спроси, ты веришь в него? Скажи, тогда ты не погибнешь. Тогда ты не погибнешь. Ты имеешь вечную жизнь. Часть жизни в теле. Вторую часть без тела. Но жизнь остается. И 17-й стих ключевой. Ибо не послал Бог сына своего в мир. Чтобы судить мир. Но чтобы мир спасен был через него. Но чтобы мир спасен был через него. Бог не послал Иисуса. Чтобы судить мир. Но чтобы спасти мир. Я сегодня буду проповедовать на тему. Судить. Или спасать. Или изглапт. Изнак вопроса. И задолжение. Судить. Тесать. Или спасать. Или изглапт. Изнак вопроса. И задолжение. Знаете ли вы что эти два процесса несавместимы? Когда ты судишь. Ты не может спасти. Ты не сп Careg. Если ты спасаешь. Да ты не можешь судить. Ты не спа тесать. Я смотрю на современные церкви, и я вижу, как в основании многих церквей положено пастырское учительское основание. Положена какая-то доктрина, которая отделяет правильных людей от неправильных. Ну, допустим, если мы молимся на языках, мы правильная церковь. Если мы не молимся на языках, мы мертвая церковь. Кто так считает? Допустим, женщина в собрании да молчит! Вы читали эту Библию? Да? Вы знаете, что во многих церквях женское служение было полностью уничтожено этой доктриной? Десять доктрин, даудзаясь, драузаясь, севешу колпажность, пилнеба тика изнеканатас. У женщины такой потенциал? Севете были так потенциал. А их заткнули стихом из Библии. Помните стих о том, что женщина должна покрывать голову? Да? И как говорят многие, если ты не ходишь в косынки, ты неправильная женщина! Сестры, где ваши косынки, я не понял. Вы неправильные сестры! И смотрите, я могу судить вас. Но тогда я не могу вас спасти. Но если я хочу вас спасти, я должен убрать суд. Потому что в суде, в осуждении, нету перемен. Там нет благодати для изменения. Вообще, о чем была речь в этих стихах Библии? Это было написано в церкви Коринфа. Это был город, где было много проституток. И проститутки обычно с красивыми волосами, с такими длинными красивыми приходили в церковь. И поэтому Павел, чтобы братья не обольщались, попросил благочестивых сестер как-то одевать, чтобы братья не перепутали вообще, с кем можно на обед пойти после служения, а с кем нежелательно. Вы понимаете, как можно взять одну доктрину из Библии, положить в основании своего служения и убивать людей Божьим Словом? Мне очень сильно нравится притча о блудном сыне. Но я не совсем согласен с названием этой притчи. Мне кажется, это притча не о блудном сыне. Это притча о любящем отце. Давайте маленько вспомним. Приходит сын. К живому отцу. И говорит, батья, мне полагается имение? Да. Давай. Отец говорит, так я еще жив. Имение после смерти мне все равно. Давай деньги. Давай деньги. Я хочу твои деньги, папа. Отец. Из-за большой любви к своему сыну. Делает исключение. Отдает ему имение. Послушайте. Имение это были не деньги. Это был кусок земли. Это была часть дома. Написано, что этот сын пошел в другую страну. Он не мог забрать этот кусок земли в карман, положить и пойти в другую страну. Ему нужно было продать этот кусок земли и часть дома. Представляешь, допустим, у меня трехкомнатная квартира. Один мой сын приходит ко мне. И говорит, батья, комната моя. Я говорю, да. Он говорит, дай мне ее сюда. Я даю ему комнату. В надежде, ну может, повзрослевый парень отдельно хочет жить в комнате своей. Утром. Кто-то открывает ключами двери моей квартиры. Заходят. Я говорю, а вы кто? Они говорят, они мне показывают бумагу. И говорят, теперь это комната наша. Ваш сын продал нам комнату. Для евреев это был позор. Если бы вы хоть раз были в Израиле, вы бы поняли, что там земля на вес золота. Там ее очень мало. Там в основном пустыня. Он, этот сын, обесчестил и опозорил свою семью. Над ними смеялись все соседи. Это был позор. Это был огромный позор. Лиас, лиас негуц. И этот сын пошел, тратил деньги. Вы помните это? Жил разпутно. На широкую ногу. Потом все кончилось. И он решил вернуться. Он вспомнил, что у отца еще две комнаты есть. Может быть, где-то в коридоре можно на раскладушке поспать. На полу где-нибудь. И он решил вернуться. Послушайте. По закону Израиля. После Израиля ликума отец не имел права выходить навстречу. У него не было права выходить навстречу. Это могла сделать только мать. Отец должен был сидеть со старейшинами. Потому что отец был уже мертв. Фактически для этого сына. И как должно было происходить по традициям того времени? Когда сын возвращался. Когда дэвс наца. Могла подойти только мама. Абнят его. Апкампт вино. И потом вся деревня. У пас там весь цемат. Кибуц называется. Кибуц. Кибуц. Тот поселок, в котором они живут. Вистос цемс. Должен был выйти. Ярлак бий вино претим. И они должны были взять камни. Бий апаньем вино акменюс. И отречься от него навсегда. И выгнать его. И отречься от него. И отречься от него. И издыхать его аром. И отречься от него. Поэтому отец. Тот дэвс. Во-первых, дэвс. Виспирмс гаиды. И во-вторых, побежал. У тотпец ариста. Чтобы опередить. Лай апдзиту. Тех, кто должен был осудить этого сына. Тот человек, которым бий нанно тесатас мини дэвс. Для еврея бежать. Это позор. Евреи не бегают. Тем более взрослые мужчины. И они ходили в платьях. В таких длинных мужчинах. Ему нужно было взять это платье. Засунуть вот сюда. И бежать. Чтобы взрослый мужчина огарил свои ноги. Это вдвойне позор. Лай пеодис вирец. Откалинаться сапас каис. Дубулц негуц. Он брал позор на себя. Он взрослый на себя. Чтобы спасти. Лай клапти. Своего сына. Саву дэлу. Он был готов нести его позор. Он был готов нести его позор. Чтобы спасти. Лай клапти. Сына. Саву дэлу. Саву дэл. А зачем ты на земле судить или спасать? Готов ли ты нести чей-то позор? Чтобы реально спасти кого-то. Иисус никогда не дружил с фаризеями. Иисус дружил с мытреми и грешниками. Знаете, всегда после встречи с Иисусом они спасались. Фаризеи не могли спасти. Потому что встречаясь с фаризеем, они встречались с судом, с критикой. Но встречаясь с Иисусом, они встречались со спасением. А что ты делаешь? Судишь или спасаешь? Ты в команде Иисуса, который пришел, чтобы спасать? Или ты в команде дьявола, который пришел, чтобы осудить? Ты за кого? Куда ты с тобой? Наши церкви сегодня до сих пор не мега церкви. Мусу драуджу шоден не мега церкви. По одной причине. Вена иемесла дэль. Мы до сих пор. Мэс лид шим бриди. В основании нашей доктрине. Мусу драуджу драуджу паматаллитам. Суд. Тиесу. Но Бог сказал, что он меняет основание церкви. И он говорит, что в основании церкви будут апостолы и пророки. Кто такие пророки? Пророки это не те, кто видит в человеке грязь. Это те, кто видит в человеке потенциалы сокровища. Это те люди, которые видят в человеке потенциалу и Деву апостолы даргумы. Иисус приходит к Симону. Иисус нага к Симону. И он ему пророчествует. Он говорит, что ты Петер. Ты Петер. Ты Петер. Ты Петер. Он не Петер. Он Симон. Он говорит, что ты Петер. Ты Петер. Я на тебе церкви создам. У тебя я буду завтра драудж. Зините что? Зините что? У Петер. Петер. Появляется пророческая перспектива жизни. Если бы пришел фарисей. Он бы сказал, что ты неудачный рыбак. Ты неудачный рыбак. И ты никогда не сможешь служить Богу. Потому что ты не заканчивал синагогу. Не забегал синагогу с мацейбу. У тебя нет шансов. У тебя нет шансов. Шансов. Давайте посмотрим Дианию 9 главу. Спроси своего соседа. Ты пришел с пасетери судить? Насколько я разбираюсь в этих процессах. При любом деянии, как минимум двое должно быть. Где второй? И они пришли, чтобы осудить. А Иисус пришел, чтобы спасти. И эта женщина, он ей сказал, я не осуждаю тебя. Послушай, всякий раз, когда ты меня не осуждаешь, ты меня спасаешь. Всякий раз, когда ты меня не осуждаешь, ты меня спасаешь. Потому что написано, благость Божья ведет человека к покаянию. Несут благость Божья. Доброта Божья ведет человека к покаянию. И эта прощенная женщина там на пляже до конца жизни шла за Иисусом. потому что Он не осудил ее. Хотим ли мы, чтобы наши церкви наполнились? Давайте запомним эти драгоценные слова. Я тебя не осуждаю. Это все, что нужно этому миру. Этот мир хочет прийти к нам. Но они боятся наших камней. Они боятся наших доктрин. Они боятся наших слишком жестких правил, что можно, что нельзя. Мы слишком зациклены на том, что нельзя. И мы забыли, что нужно спасать взятых на смерть. Помните, это женщина у колодца. Сколько судеб она разбила? Сколько мужчин растоптала? Знал ли это Иисус? Мог ли он осудить ее? Было ли за что судить эту женщину? Да. Но Иисус пришел спасать. И Он закрывает глаза на ее прошлое. И у Него одна задача. Я хочу тебя спасти. И что происходит? Написано, она приводит к Нему весь город. Вы не ответы, ты меня высупился тут. Вот что такое ревайвал. Пробуждение. Когда весь город приходит к Иисусу. К Иисусу, который не судит. Я недавно был в одной поездке. Я отдыхал. И на обеде я познакомился с мужчиной. И мы как-то так общались, задружились. Чуть позже он сказал мне, что он губернатор. Потом в два часа ночи я был в его номере. Он стоял на коленях. У него бежали слезы по щекам. Он сказал, я не знаю, что ты за человек. Я не стал говорить, я архиепископ, знаешь, у меня 60 церквей. Я не стал махать Библию перед ним. Я просто был добрым человеком, от которого что-то исходило. И он сказал, я не знаю, что ты за человек. Но ты прикоснулся куда-то глубоко внутри меня. Я хочу тебе рассказать свои проблемы, я хочу тебе рассказать свою жизнь. Знаете, до сих пор раз в неделю он мне звонит. И он говорит, мне надо с тобой поговорить. Почему? Он рассказал мне страшные грехи. Страшные грехи. Но я не разу в жизни не осудил его. Я сказал, это все ерунда. Бог тебя любит. Ты не можешь изменить себя сам. Только Божья доброта. Полностью изменит тебя. Пилнение тебя. Закей раздал половину своего имения. Многие люди оставляли все, чтобы идти за ним. Потому что они сталкивались с тобой. Они понимали, что этот человек пришел, чтобы спасти. Это ужасно. Когда у нас в церкви аднеразовая милость. Знаешь, как она выглядит? Я говорю, я пастор. Я знаю, что ты грешишь. Но только греши так, чтобы я этого не увидел. Потому что если я увидел, я тебе накажу. Как вы думаете, на что он тратит все свои силы? Чтобы спрятать грех. Он не хочет быть наказанным. Он не может служить. Он не может работать. Он не может ничего делать. Потому что все силы он тратит на то, чтобы спрятать грех. И он не становится гигантом. Я верю в культуру доверия. Когда между нами построена такая атмосфера. И я тебе говорю, я не боюсь твоего греха. Если тебе нужна будет моя помощь, приди ко мне. И я помогу тебе это решить. Я спасу тебя. Я пришел, чтобы спасти. Я пришел, чтобы спасти. Потому что у меня тоже есть грех. Я тоже есть грех. У меня точно так же нужно спасение. И когда между нами создана такая атмосфера. Послушай. Поклассив. Милость не может быть одноразовой. Желостива не может быть одноразовой. Желостива Денья, девятая глава. Девятая глава. Пасмоти. Пасмоти. Савву. Савву. Ди шалу грозами и убистами на учеников господа. Виќ. Драудея ар-нави, шнягдамс пред тавку мацаклем пирмай спанци. Пришел пиросвищенику и выпросил у него письма в Дамаск. Гаја пиаугстат престили на лудзи на таве синийагалгава. Чтобы кого найдет по следующему Мужчина и женщина связав приводить Верусалим Послушайте, Саввул Это имя значит Изпрощенный у Бога Когда его звали Саввул Это значило Тот, кого дал сам Бог У него была идеальная Религиозная карьера Лучшее воспитание На коленях Гамалиила Он был обрезан восьмой день Евреи из евреев Фарисей из фарисеев И плюс еще римское гражданство Это лучшая жизнь Это лучшая жизнь Это то, чего можно было только мечтать Деньги, власть, влияние, карьера и римское гражданство Вау, и тебя зовут Изпрощенный у Бога Тот, кого дал сам Бог Ну это человек Одержим Желанием судить Он считает, что прав только он Что только его понимание Бога поклонения верное И те, кто поклоняется по-другому И считают Иисуса Божьим сыном Они еретики Их надо судить Судить И в то время он таскал их за волосы и убивал Такой хороший брат Ну так по-доброму Брал красивых женщин за волосы и сказал Пойдем со мной Молок ее Брал камни и убивал Потому что он говорил, что ты неправильно молишься Не тому молишься Ты неправильно поклоняешься Вы знаете, что самые страшные войны Это крестовые походы Это когда мы бьемся Одна церковь с другой Доказываем, кто прав, а кто неправ И что происходит Смотрите, он судит Он судит И что Библия говорит Не суди И тогда ты не будешь судим Это тоже безопасность Потому что когда мой грех откроется Я не хочу быть судимым Кто хочет быть судимым Когда твоя грех откроется А я тебе пророчествую Твою грех откроется Однажды И если ты судил Ты будешь осужден Но если ты миловал То ты будешь помиловал Тебе обжеллос Саву И спрошеный у Бога Идет в Дамаск И когда он у шоли приближал Сак Дамаск Внезапно Аси ялево света с неба Он упал И услышал голос Говорящему Саву, Саву Ты что гонишь Саву, Саву Капец ты мне ва�ј Меня Маня Капец вај Как вас расмишить, я не могу понять. Он сказал, кто ты, Господи? Что ты хочешь мне делать? Я Иисус, которого ты гонишь. Встань в город. И сказано будет тебе, что делать. Люди же шедшие с ним. Стояли в оцепенении. Слыша голос, а никого не видя. Послушайте. Он ослеп. Человек, который имел все в жизни. Который еще несколько стихов назад понимал, что ему делать. Сегодня задает вопрос, что мне дальше делать? Потому что я ослеп. Я вам хочу сказать, в этом городе полно людей, которые ослепли. И они не понимают, как им дальше жить. И они не понимают, что им дальше делать. У них есть образование. У них есть деньги. У них есть положение в обществе. Но они ослепли. И они не знают, как им дальше жить. И это делает Бог. У каждого человека наступает момент богоискания. Когда человек слепнет. И он больше не видит. Он не понимает, как ему дальше жить. У кого из вас это было? Его ведут двое. Под руки. Слепого. Саввел встал с земли. Восьмой стих. С открытыми глазами. И никого не видел. И повели его за руки. И привели в Дамаск. И три дня он не видел. Ни ел и не пил. Апетита нет. Я не знаю, как дальше жить. Я ничего не понимаю. И смотри. В Дамаске. Был один ученик. Именем Анания. Скажи вместе со мной. Анания. Еще раз. Анания. Знаете ли вы, что значит имя Анания? Отмеченный милостью Бога. Это человек. Который пережил много милости. Много Божьей доброты. Знаешь, Бог хочет, чтобы ты был Ананией. Не савлом. Не пар Саулу. Но Анания. Пар Ананию. Отмеченный милостью Бога. И Господь в видении сказал ему. Анания. Он сказал. Я, Господи. Господь сказал ему. Встань. И пойди на улицу. Так называемую прямую. И спроси в Иудином доме Тарсянина. По имени Савла. Он теперь молится. Смотрите, как действуют дары Духа Святого. Смотрите, как действуют дары Духа Святого. Дух Святой называет четко улицу. Дом. Имя человека. Я встречался с такими пророками. Моей церкви служили такие пророки. Которые называли номера телефонов. Которые называли улицы, дома, название фирм определенных. Он называется пророческий евангелизм. Никогда ты просто в каждую квартиру стучишься. А когда ты знаешь, где эти ослепшие люди. Где эти люди, которые потерялись по жизни. Которые те люди, которые заудеют свою жизнь. Это евангелизм в Духе Святом. Та и евангелизация Святая Гара. На улицу прямую. Отведу зелу. Дом. Мају. Иуды. Иуды. Мај. Человека зовут Савул. Человек зовут Савул. Он молится. У мищ лутся. Навигация. Навигация. И видел в видении муже именем Ананью, пришедшего к нему, и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. У парады, байредзејся вирус варда Ананью, ијам, у там рука судлекам, лай тас откал клюту редзігс. Ананья сказал. Ананья отбилдей. Господи. Кунгс. Я слышал ам от многих. Эсно даузием эсму дзирдеј. О сём человеке. О сём человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Йерусалиме. Послушайте. Как часто слухи нас останавливают. У меня вопрос. Ананья. Лично тебе этот человек сделал зло? Нет. Но я слышал. От многих. Но я слышал. От многих. Но я слышал. От многих. Знаете, почему? Многих людей нет здесь. Потому что мы поверили слухам. И когда Бог посылал нас к ним, мы не хотели идти. Потому что мы думали, что они злые люди. Что они нечестивые люди. Что они негодные люди. Что у этих людей нет будущего. И поэтому, когда Бог побуждал нас идти к кому-то, мы говорили, не-не-не-не-не. Я не могу туда пойти. Это злой человек. Это ужасный человек. Это негодный человек. Это блудная девушка. Это бандит. Это преступник. Это наркоман. Я не пойду. И Анания говорит Иисусу, я не пойду. Потому что я знаю, что это за человек. Но смотрите, что говорит Иисус. Пятнадцатый стих. Но Господь сказал ему, иди! Закричи, иди! Еще раз! Ибо Он есть мой избранный сосуд. Что? Как? Еще в начале головы Он убивает? Это твой избранный сосуд? Ты будешь использовать этого человека? Через этот сосуд? Он грязный? Он не чистый? Нет, не чистый. Его руки в крови. Но Бог говорит, Он мой избранный сосуд. Он был избранный сосуд. Мария Магдалена. Мария Магдалена. Элитная проститутка. Ший проститута. Була избранным сосудом. Бида избранный сосуд. И она первая пришла как гробу. потому что она встретилась с Божьей добротой. И Бог говорит Анане, ученику, идти к Нему. Это мой избранный сосуд. Я слышу в духе, как Бог посылает вас. Посылает вас в самые темные места этого города. Потому что там избранные сосуды. Они пока еще не выглядят так. По ним не скажешь, что они будут помазаны Богом. Но они избраны. Избраны небом, чтобы совершать Его работу. И смотрите, что происходит. Чтобы возвещать, Он избранный, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями. Апостол Павел имел служение среди политиков. Он проповедовал царям. Президентам. Ну, знаете, что ты мог видеть в реальности? Слепого человека. Который стоял на коленях. Три дня не ел. Три дня не пил. Три дня не был дзерис. Не понимал, что ему делать. Но его суть башь дала его впереди. Послушайте. Погласись. Многие люди. Дзи на человека. Они просто неразпечатаны. И Бог говорит Анонии. Слышишь? Он говорит Анонии. И дзи к нему. И пе вино. Возлежи на нему руку. И скажи брат заву. Саки, брали заву. Он еще не брат. Он не брат. Ну ты пророчистуй. Что он брат. Как он брат. Как он уже брат. И ты распечатаешь. У ты отверс шоу плокс. Тот потенциал. Ты отверс шоу потенциалу. Который есть в нем. Кас он не пошел. Не на него аизгай. За шову ту комнату. Иега те изстаба. Абнял его. Апчера вино. И сказали брат. Сеи ты брали. Господь Иисус явил сам не. Кунгси еизмам парадийас. И не тиши, что написано. Он исполнится святое духа. И он был в одну минуту. У тихо миркли. Он тихо измайнится. У евреев всегда было два имени. Игреем вирмее было два варда. Бог не менял имя имя на Павел. Это он сам изминал. Он не менял имя варда. Павел, он пас то измайнал. Если имя Савел. Я Савелс варда. Значила изпрощена у Бога. Тас, кто был излогтый из Диева. Тот имя Павел. Тот варда Павел. Значила маленький и скромный. Тот имя Павел. Я малюш, чтобы ты пошел. Я малюш, чтобы ты пошел. И распечатал чай-то потенциал. Я малюш, чтобы ты пошел. И нашел избранные сосуды. Апостол Павел перевернул полмира, написал две третих нового завета, потому что какой-то ученик перешагнул через свои предрассудки и пришел, чтобы не судить, а пришел, чтобы спасти. А ты пришел! А ты отнати? Судить! Тесать! Ииспасать! Ваиг ловить! Статарь грибов ацинавт, я не пазіст Jezus Kristу к своему персону глябе. Я ты не надеешься ацинавт, я не систи, 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 я не систи. А ты сегодня бренишки, я успею тебе то издарить. Ты веришь шею премь, приятарь, у меня истарь, у меня. ему первому лукшему, и вы его не сможете구요 и найтиori жизни, мне You are так важны. Дух Совматрин. ЯPA, ты отдавал свойikel diapers, ты с вами предъятиешь себя, dampеньешься, чтоygознанд. Ядеральность, ну вот этот сезонusto, который our Godел want to PH, говорит, потому что ты настоящий возглавец. Гнаждане и это происходит здесь появление, где ты Escuran мне это три�. Мо gained ее спMAN Девушки отдыхают. Продолженности. Тааааааа. Таааааа. Таааааа. Тааааа. 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 Таааа. Тааааа. 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 Тааааааа. Таааа. Тааааа. Тааааа. Таааа. Таааааа. Субтитры создавал DimaTorzok